Девушки отдыхают Девушки отдыхают С нами работал режиссер-англичанин Репетиции проходили в помещении театра Министерства И у них весьма неплохой буфет, где они пекут пирожки Так вот, наш режиссер, я видел просто по его глазам Как у него в глазах срабатывал счетчик, таймер Когда оставалось уже не так много времени до обеденного перерыва Потому что я видел у него в глазах пирожки Пирожки, пирожки Когда он объявлял обед, он первой пулей улетал в этот самый буфет Набирал пирожки именно с картошкой, с капустой Он набирал эти пирожки У него в руках был огромный пакет штук 15 пирожков И вот всю оставшуюся вторую половину репетиции Мы репетировали по 8 часов То есть всю оставшуюся половину репетиции Он эти пирожки судорожно покидал Поэтому я имею перед глазами такой яркий пример Чем можно накормить иностранцев Дим, вот я вижу, что к нам идет уже Аня Здравствуйте, Анечка, проходите к нам Здравствуйте Вот так вот мы берем Салат слоеный из телятины и с черносливом Телятина отваривается, паровая с коренями Выкладывается слоями Также здесь заморский сыр Базилик, помидорчики, зеленый лучок Заморский сыр? Да Это так принято в русской кухне называть Сыр, который изготовлен не в России Ага, заморский сыр А вот травка, которая сверху украшает этот замечательный салатик Я знаю, что в Загавказе она называется рейган Рейган, все правильно Рейган одно из тех растений, употребляемых в пищу Которые я очень люблю Поэтому я ждал чудо И вот оно, пожалуйста По чуду я получил Спасибо большое Спасибо, Анечка Давай насладимся вначале эстетическим видом этого блюда Все красные, зелененькие цвета Все очень аккуратненько Да? Да И пахнет вкусно Да, я Вот для меня непременным атрибутом При том, что я хоть и малоешка Для меня непременным атрибутом Все-таки является наслаждение именно внешним видом То есть я начинаю насыщаться уже даже от того, что я гляжу на это Я представляю себе эти запахи, я представляю себе эти вкусы, ароматы В общем, пока я не захлебнулся слюной, давай попробуем это делать Ну что, приятного аппетита Приятного аппетита Дима, должен сказать, что совершенно нежнейший вкус Это я тебе говорю и нашим дорогим телезрителям Нет никаких ингредиентов, которые бы выпирали А ты бы хотел что-то добавить в этот салат от себя? Соль, перец На твой вкус Вот только на твой вкус Нет Нет, да? Я тоже Дима, у меня еще один к тебе вопрос Который я буду задавать из программы в программу Всем своим гостям И опять же, я тебе его сейчас задам Ты подумай А мы послушаем, что на этот вопрос ответят зрители на улице Вот представь себе какие-нибудь твои любимые Три национальные кухни И расставь их в порядке приоритета для себя То есть первое место, второе и третье А пока ты думаешь, мы узнаем, что об этом думают прохожие на улицах Наверное, первое место это итальянское А второе место что-нибудь с востока Я люблю очень специи и все такое А третье место? Третье место, ну пусть будет русское Ну, мне очень, в принципе, нравится тайская кухня Несмотря на то, что там достаточно много специй И у вас про кухню Ну, все равно приятно, скажем так Может быть, потому что что-то необычное Не такое пресное, как обычно Итальянская кухня тоже, в принципе, близка Ну, наверное, что-то из русского тоже подходит Ну, наверное, первое это итальянская кухня, однозначно Второе это русская кухня Ну, и третье, наверное, тайская кухня Так, мнение наших телезрителей мы услышали Что скажешь ты, Дим? Я очень много Я ищу по миру Буквально на третий день Я начинаю тосковать По нашей русской кухне Я понимаю, что Италия, я понимаю, что Франция Ну, дома как-то вот все равно оно вкуснее То есть, в принципе, ты приверженец домашней кухни в любом случае, да? Русской домашней кухни Русской домашней кухни Ну, у тебя же есть еще кому отдать второе и третье место? Я дитя Советского Союза Вот поэтому я так объединил Ну, давай, украинская Ну, в любом случае, наверное, да? Для приверженца этой кухни, наверное, второе место, да? Ну, да, но она для меня глубоко русская по духу Кавказским кухней Ты знаешь, несмотря на то, что я родился и прожил 11 лет в городе Баку Вот для меня все равно кавказская кухня, она для меня жирновато Она для меня островато Субтитры создавал DimaTorzok